Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая книга Хроникали про Липомэнон, глава 15, перевод российского библейского общества, читаю его для библейского портала экзегет. Речь идет про царствование, соответственно, осы одного из царей Южного Израильского царства. Дух Господа сошел на Азарию, сына у деда, и он отправился к осе и сказал ему, вот военные победы упоминаются как нечто яркое, то, что всегда мы помним, когда говорим о каких-то исторических периодах, всегда какая там война была, это важно, но не менее важно, какое было пророчество. И сказал ему, слушайте меня, Асаи, все люди племени Иуда и Вениамина. Вениамин при Иуде тоже входит в это Южное царство. «Господь с вами, пока вы с ним, и если вы почитаете его, то и он открывается вам. Но если вы оставите его, он тоже оставит вас. Долгое время не было в Израиле ни истинного Бога, ни священника-учителя, ни закона. Тогда люди в бедствии своем обратились к Господу Богу Израиля, стали просить его помощи, и он открылся им». Смотрите, вот основная идея этой книги изложена здесь в пророчестве Азария, и смысл его вполне понятен. Нас может удивить, а в какое-то время не было в Израиле Бога, священника-учителя и закона. До Моисея надо полагать. Но это такая типологическая ситуация, которая может возвращаться, и периодически она возвращается. Вот Северное царство отказалось в массе своей от почитания истинного Бога, то есть они возвращаются вот в это состояние Думы Исеева. И тогда люди в бедствии своем обратились к Господу Богу Израиля, стали просить его помощи, и он открылся им. Стали просить о помощи, возможно, потому что были угнетены, если речь идет про Египет, или, допустим, в период судей, когда нападали окрестные народы, стали просить избавить их от этих нападений. Да, но самое главное, что он им открылся, а не то, что они победили. «В те времена небезопасно было путешествовать. Великий ужас охватил жителей всех стран. Народы уничтожали друг друга, города уничтожали друг друга. Это Бог приводил их в смятение, насылая беду за бедой. Но вы будьте твердые, не опускайте рук, ведь будет вам награда за ваши дела». Тоже понятно, да, то есть все было плохо, но это от Бога, а не просто так, само по себе. Когда Саус слышал эти пророческие слова, произнесенные Азарией, сыном пророка Удедом, то, набравшись смелости, он уничтожил все мерзости в земле Иуда и Вениамина, и в городах, которые он захватил на Ефремовых горах. Он там захватил, в 13 главе мы читали, три города у северян. А что значит мерзости? Языческие капища. В самом начале рассказа об Асе уже сказано, что он разрушал, но, тем не менее, вот здесь каким образом он это сделал? Да, то есть по пророчеству. И поклонение Едиму Богу, оно не терпит, скажем так, никакого многобожия в качестве запасного варианта. Он, Аса, обновил жертвенник Господень, ну, то есть в Иерусалимском храме, который был предпритвором храма Господня. Ну, это место, где сжигаются жертвы, да? После этого он собрал племена Иуда и Вениамина, а также тех из племен Ефрема, Моносея и Симеона, кто жил тогда среди них. Многие из израильского царства перебегали под власть Асы, видя, что Господь, Бог его с ним. Опять-таки, как решить демографическую проблему или проблему утечки мозгов, да, когда уезжают лучшие? Остать лучшим, причем не обязательно достичь самого высокого уровня жизни, а дать людям представление о том, что вот здесь мы живем для какой-то высокой цели, для поклонения Господу, и те, кто сохраняет верность Господу из других племен в северном царстве, переходят в южное. Они собрались в Иерусалиме в третий месяц 15-го года царства Неосы. В тот день они принесли в жертву Господу скот, захваченный на войне, 700 быков и 7 тысяч баранов, и вступили в договор с Господом, Богом своих отцов, обещая почитать его всем сердцем и всей душой. А всякого, кто не будет почитать Господа, Бога Израиля придавать смерти, будь то молодой или старик, мужчина или женщина. Ну так запросто, а кто не хочет, того убивать. Ну тогда так понимали. Еще в Средневековье люди понимали это примерно так же. То есть ведьму или еретика надо сжигать. Сегодня, конечно, мы понимаем, что это совершенно не обязательно, но для того, чтобы люди пришли к идее, что не надо действовать подобным образом, должно было пройти какое-то время. То есть не все сразу. Представление о едином Боге, к сожалению, приходило к людям достаточно диким по своим каким-то воззрениям на окружающий мир. Собственно, оно и было тем, что смягчало эти представления. В языческих народах до сих пор, наверное, смело будет сказать, но до недавних пор каннибализм, например, практиковался. А почему бы не съесть другого человека, если он вкусный, или если съев его, я приобрету замечательные качества. Допустим, сам стану таким ловким, сильным, смелым, как он. Это логика каннибалов. Вот для того, чтобы от нее отказаться, должно было быть что-то другое вместо языческого кольта. Они произнесли клятву Господу, сопровождая громкими криками и торжественными звуками труп и рогов. Все иудеи поклялись с радостью от всего сердца. Они устремились к Господу, и он открыл им себя. Господь повсюду даровала мирную жизнь. Опять и опять и опять мирная жизнь не от могучей армии, крепких крепостей, не от изящной дипломатии, не от везения, в конце концов, а от Господа. И причем не просто так, а при условии, что люди его почитают. Даже Мааху, свою мать, Аса, лишил положения царицы за то, что она велела изготовить омрезительную аширу. Женское божество, видимо, она ему поклонялась. Аса срубил эту мерзость, обычно в виде каких-то столбов их представляли, и сжег, сторг ее в пыль ручья кедрон, чтобы даже останкам ее не могли поклоняться. Местные святилища по-прежнему стояли в Израиле. Как? Как? Мы только что читали, он все их уничтожил. Ну, нам ли в России, не знать, как это бывает, выходит некое постановление, а потом, ну уж как получится, да, уж где смогли исполнить, где захотели, а где не очень. То есть речь идет о том, что Аса решил уничтожить все святилища, но, видимо, не сумел. Видимо, вот сила инерции была достаточно велика, там в Иерусалиме издают какой-то указ, а здесь у нас в каком-нибудь маленьком городке мы сами знаем, как нам надо, и не лезьте к нам, пожалуйста. Ну, Аса всю жизнь был сердцем предан Богу. Он поместил в Божий храм дары, которые его отец, и он сам посвятили Господу. Серебро, золото и храмовые утвари. Первые 35 лет царства Ниасы не было войны. Здравствуйте, а мы читали только что недавно, вот в предыдущей 14 главе, как напал некий зерах кушит. Никто не понимает, кто это такой, но какой-то завоеватель. По-видимому, речь идет о том, что настоящая-то война, она все-таки вот с северным царством, со своими братьями. Вот нападение внешних — это эпизоды. Напали, отбились мы от них, как Асе удалось отбиться от этого зераха кушита. Или, может быть, пришлось там откупаться, как-то им что-то отдавать, чтобы они ушли. В другие разы бывало так. Но это временное. А вот война со своими братьями — это такая рана. Вот и автор книги, наш хронист, он понимает этот раздел двух царств все-таки как кровоточащую рану, которая, к сожалению, так и не зарастет, потому что северное царство будет уничтожено, южное потом тоже, и они никогда уже не соединятся. Но вот, значит, первые 35 лет не было войны, а дальше, надо полагать, было об этом следующая 16 глава. Продолжение следует...